Доктор Витамин Доктор Витамин Доктор Витамин Доктор Витамин Смазываем нижнюю часть хлеба вареной сгущенкой. Кладем творожную массу и небольшое количество фруктов. Накрываем вторым кусочком хлеба. Доктор Витамин Вот такая красивая и аппетитная вкуснятина у нас получилась. Такие сэндвичи отлично подадут в качестве завтрака или же как десерт к чаю. А с вами готова Ярослава. Приятного аппетита! Доктор Витамин Соня, дарю тебе эти цветы как символ весны. Спасибо! Будь здорова! У тебя что, аллергия? Вроде нет. Но надеюсь, мне сейчас объяснит доктор Витаминкина, почему человек чихает. Внимание на экран! Доктор Витамин Нос освобождается от нежелательных частичек, например, пыли. При этом воздух из легких входит с такой силой, что развивает скорость до 160 км в час, как гоночный автомобиль. Представляете? Запомните, когда вы чихаете, обязательно прикрывайте рот, так как всего за один чих вы можете заразить около 150 человек. Придерживайтесь этого правила, особенно когда вы болеете каким-либо простудным заболеванием. Очень важно знать, что нельзя сдерживать желание чихнуть, потому что из-за этого может начаться кровотечение из носа. Помните, что чихание – это естественный процесс, который помогает дыхательным путям освободиться от вредных частичек. А знаете, почему человек не чихает во сне? Потому что все нервы, которые связаны с этим процессом, тоже отдыхают. Наверняка вы задумывались, почему человек чихает, глядя на солнце. Попробую ответить на этот вопрос. Есть трагичный нерв, отвечающий за реакцию на раздражитель. Он реагирует на яркий внезапный свет и воспринимает этот сигнал как импульс раздражения носа. Поэтому мы и чихаем. Интересные факты о чихании. Чихание звучит практически одинаково на многих языках. Нос человека вырабатывается около 1-2 стаканов слизи в день. Самое чихающее животное – это игуан. Оно чихает чаще, чем любое другое животное. При чихании выпускается около 40 тысяч капелек. Чихание может иметь психологическую причину. Такие эмоции, как страх, тоска, возбуждение могут спровоцировать чихание. Так что, ребята, чихайте на здоровье. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы, задавайте их в группе ВКонтакте. А с вами была доктор Витаминкина. Будьте здоровы! Молодец! Соня, ты знаешь, каким видом спорта занимается наш президент? Если я не ошибаюсь – дзюдо. А в нашей следующей рубрике «Спорт детки» покажут основные приемы этого популярного в нашей стране вида спорта. Внимание на экран! Здравствуйте! Меня зовут Билинский Тимофей. Я занимаюсь дзюдо уже три года. У меня есть уже желтый пояс. На дзюдо меня отвел мой отец, за что я ему очень благодарен. Раньше у меня ничего не получалось. Но спустя три года долгих тренировок у меня начало получаться. Я не мог ни подтянуться, ни отжаться, ни кворкнуться. Но спустя несколько тренировок у меня это начало довольно хорошо получаться. Я участвовал в соревнованиях и выигрывал много призовых мест. Тимофей очень общительный мальчик, такой позитивный, как спортсмен. Но у всех у них при нормальных тренировках хороший будешь. Тимофей старается, это главное в данном возрасте, главное, что есть старание и есть желание. Без этого, конечно, у спортсменов не получится. Дзюдо – это не то, это даже не вид спорта, это искусство. Это искусство, это философия, это даже, можно сказать, стиль и образ жизни. Он помогает развиваться гармонично. В любом возрасте можно прийти в дзюдо, заниматься, то есть влиться в эту семью. По тренировке начинаем с разминки, дальше идет отработка. После отработки мы разбираем наши броски, которые мы делали. Но любимый прием – это бросок через бедро, потому что он дает более хороший звуковой эффект. Начинают все проходящие, они сперва приходят. То есть белый пояс, они тоже должны сдать определенные экзамены, аттестацию, чтобы получить даже белый пояс один. Это шестой кюл. Потом идет пятый кюл, четвертый кюл, третий, ну и так до первого кюл. То есть получается белый, желтый, оранжевый, зеленый, синий и коричневый пояса. Уже первый дан – это черный пояс, это уже мастерская степень. Красно-белый пояс начинается с шестого по восьмого дам. И самый последний, как бы значительно, это девятый и десятый дам, там уже пояс красный. Дзюдо мне нравится тем, что это гибкий путь победы. И здесь нужно использовать силы своего соперника. Помогает развить хитрость и ловкость. В общем, дзюдо открыло для меня новые горизонты. Соня, ты посуду часто моешь? Бывает, но это не самое мое любимое занятие. А что? А чем ты ее моешь? Ну, как и все, наверное, специальной губкой. Ты знала, что губкой можно не только посуду мыть, но и использовать не по назначению? Сложно представить. Смотрим рубрику «Ловила и хак». Арина расскажет, как еще можно использовать губку для посуды. Привет! Губка для мытья посуды – это вещь хозяйстве полезная. Они есть у каждого, но не все знают, как с максимальной пользой их применить. Мы привыкли, что губка служит на кухне для одной цели – мыть посуду. Но есть еще интересные и не менее удобные способы ее применения. Вам не нравятся капли клея, оставленные на столе после работы? Можно этот неприятный момент исправить. Нанесите на губку немного клея. Оставьте на время, чтобы клей впитался, а затем смачивайте немного водой. Чистота гарантирована. Не нужно шить или покупать специальные игольницы, когда под рукой есть губка. Если у вас нет под рукой специального шпонжа для краски, можно воспользоваться кухонной губкой. А чтобы в процессе не испачкать руки, воспользуйтесь канцелярским зажимом. Казалось бы, губка – такой простой кухонный аксессуар, зато какой функциональный. Смотрите мою рубрику, ведь я знаю, как упростить вам жизнь. Ну а с вами была Арина. Пока-пока. Тимофей, ты любишь что-то делать своими руками? Да, вот недавно я сделал компактный органайзер для наушников. Ну тогда ты точно пользовался советами Майи. Да, но сегодня в рубрике «Сундук сокровищ» Майя покажет, как сделать брелок для ключей. Внимание на экран. Всем привет! Вам не хватает эрки красок в жизни? Предлагаю ее разнообразить необычным брелоком, который мы сегодня с вами сделаем. Для изготовления запоминающегося красочного, а главное уникального брелка нам понадобится цветная бумага, колечко для брелока, карандаш, ножницы, горячий клей, бусинки, стразики, да все что угодно. Любой декор пригодится. Чтобы приступить к изготовлению брелока, нужно определиться с фигуркой. Я, например, буду делать облачко. Для этого я нарисую на цветной бумаге силуэт облачка и нарисую глазки и ротик. Берем разогретый клей и сначала по контуру обводим получившуюся фигурку. Теперь заливаем облачко полностью клеем. Пока клей не засох, можно украсить фигурку стразиками. Ждем, когда высохнет. Теперь вырезаем получившуюся фигурку. С обратной стороны заливаем клеем. Приклеиваю колечко для брелока все тем же горячим клеем. Ну какой же он милый получился. Кстати, вот таким образом можете сделать не только брелок, но и наклейку, чтобы украсить дневник. Удивите себя, родных и одноклассников. А с вами была Майя. Пока-пока. Соня, ты знаешь, какой самый грандиозный праздник весны? Конечно же, это День Победы. Его отмечают 9 мая. А подробнее об этом празднике нам расскажет Миша в рубрике «Календарик». Привет, друзья. 9 мая – День Победы. Один из великих праздников. В этом году отметить 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В апреле 1945 года Красная Армия подошла к Берлину. 1 мая фашистские войска были практически разгромлены, а над Рейхстагом был установлен красный флаг. Затем было подписано два акта обе заговорочной капитуляции Германии. Оба вступили в силу поздно вечером 8 мая по европейскому времени, что соответствовало ночи 9 мая по московскому времени. Поэтому День Победы у нас празднуют 9 мая. В этот вечер в Москве был дан салют Победы – грандиозное по тем временам зрелище. Улицы городов в день окончания войны были переполнены празднующими людьми. Они веселились, пели песни, обнимались и целовались, плакали от счастья и боли за тех, кто не дожил до этого долгожданного события. В России День Победы является великим праздником. В этот день граждане всех возрастов направляются к памятникам и возлагают к ним цветы и венки. На площадях проходят выступления артистов и массовые гуляния. По традиции в городах-героях проходят военные парады, а по вечерам небо заграется от праздничного салюта. Новым атрибутом 9 мая стала Георгиевская ленточка – символ героизма, мужества и отваги. Каждый участник с гордостью носит на груди эту полосатую ленту, отдавая дань памяти погибшим за победу и мир на Земле. Ну а с вами был Миша. Узнавайте о праздниках больше вместе со мной. До новых встреч! Ребята, наша передача подошла к концу. Мы поздравляем ветеранов с Днем Победы и желаем всем мира на Земле. Подписывайтесь на нашу группу ВК. Адрес вы видите на экране. Ну а на сегодня это были все новости. А с вами были самые классные ведущие Соня, Тимофей и передача Витамин. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!